Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в нашей студии наш любимый ученый-историк Куандыг Чингизыч Кудайбергенов. Мы уже много лет совместно сотрудничаем в реализации разных проектов. В том числе и публикации материалов по истории Алаш, движения Алаш, по материалам архивов Омской, Томской области. Под эгидой NDH был выпущен дайджест, по-моему, даже не один, несколько дайджестов мы выпустили. Два дайджестов, третий готовится. Да, готовится третий. И мы будем рады его представить нашим читателям. И сегодня Куандыг Чингизыч пришел с новой интересной темой. Я думаю, интересной не только для нас, но и для вас, дорогие слушатели. Это средневековая история Казахстана. Как вы знаете, она достаточно интересна тем, что уносит нас в какие-то средневековую эпоху, какую-то средневековую романтику. И недостаточно, наверное, исследованы и раскрыто. И, как вот сегодня нам расскажет Куандыг Чингизыч, до сих пор много интересных тайн-загадок скрыто от современного исследователя. И это необходимо изучать. Сегодня речь пойдет о записках Ибн Фадлана. Это чиновник, дипломат Аббаситской эпохи, который оставил после себя очень большое пистолярное наследие. И эти записки раскрывают много интересных фактов о событиях X века. Уже больше тысячелетия прошло. Вот, в частности, сегодня речь пойдет о его миссии в Волжскую Булгарию. Что такое Волжская Булгария? А давайте спросим об этом Куандыг Чингизыча. Итак, вам слово. Здравствуйте, Арман. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Речь сегодня пойдет об очень уникальном историческом архивном документе. Это записки арабского миссионера, члена миссионерской миссии, дипломата, собственно говоря, чиновника Ахмеда Ибн Фадлана, который служил при дворе халифа Аль-Мухтадиры. Это глава Аббаситской династии, собственно говоря, арабского халифата в начале X века. Записки очень уникальны. Они имеют историческую значимость как для истории Волжской Булгарии, прежде всего о нем и говорится. Это, собственно говоря, наследие, наверное, татарской государственности эпохи Средневековья. Она имеет непосредственное отношение к распространению ислама в мире. Она имеет самое прямое отношение. Там очень много точных географических данных, описаний, специфики развития государственности, торговли на территории Средневекового Казахстана, Центральной Азии. Собственно говоря, еще и о состоянии арабского халифата, которая на тот момент была одной из мировых империй главенствующей. Волжская Булгария – это государство, которое по своему образу являлось, прежде всего, кочевым, но вело в силу специфики географической местности. Оно было зажато между Волгой и Камой. И можно его считать как полукочевым государством. Сегодня есть городище Булгар, оно является наследием ЮНЕСКО. Собственно говоря, в 2022 году мусульмане России, татарии, они, в общем-то, негласно отмечали тысячелетие принятия ислама. Дело в том, что они его датируют как раз 922 годом, как раз с моментом приезда делегации от халифа из города Багдада, где правитель волжских бульгар, Каган Алмыш с арабским именем Аль-Хасан. То есть он на тот момент уже принял ислам? Да, они на тот момент были уже мусульманами, об этом я могу тоже вскользь немного рассказать. Но официальное принятие их в состав арабского халифата, именно так мы должны говорить. Дело в том, что принятие ислама, принятие доверительной грамоты от арабского халифа означало вхождение в состав арабского халифата. И эти отношения носили конфедеративный характер, скорее всего. То есть Волжская Булгария обязана была оказывать военную поддержку в случае опасности. То же самое обязан был делать арабский халифат. Плюс ко всему легитимизация власти последующих правителей Каганов Волжской Булгарии. Невозможно было без верительной грамоты арабского халифата, центром которой в 10 веке уже был город Багдад. И эти записки, они как раз уникальны. И это единственные исторические записки современника по истории Волжской Булгарии. Еще раз я повторюсь, очень много сведений по территории Казахстана, когда миссия проходила по территории Центральной Азии. Вот это, наверное, очень интересно, да, описание наших семей. Специфики не только климата, природы, но и отношений. Ну, прежде всего, отношений, наверное, потому что миссия была дипломатическая. Собственно говоря, откуда эта записка появилась? В 921 году в Багдад пребывает делегация от некоего государства Волжская Булгария. Глава арабского халифата, политическим центром, который на тот момент был город Багдад и правила династии Аббасидов, это уже, собственно говоря, вторая династия после Амиядов. Она была в шоке от того, что прибыла какая-то делегация, абсолютно неизвестное государство. И когда халиф Аль-Муктадир пригласил своих ученых узнать, где они географически вообще расположены, они указали далеко на север. И халиф был в полном недоумении. Но недоумение было он прежде всего потому, что не было никаких сведений об этом государстве. Наиболее северным государством, известным для них, которые, в общем-то, могли принять, но не принимали. Это были хазары. А так все, что выше хазар, для них считалось что-то в виде русов, полудиких племен, или же викингов, северных народов малоизвестных, малозаселенных. И самое главное, арабские ученые, географы прекрасно знали, что там нет никакой городской серьезной цивилизации, той культуры, науки, в том понимании, в каком это понимали арабы X века. В тот период они уже были на вершине развития. Они были на вершине развития. Культуры, научи. Арабская астрономия, арабская математика, философия, письменность, литература. Это были выдающиеся шедевры мировой науки, мировой культуры. Сегодня они являются сокровищницей человечества. И не зря все эти святыни поныне являются объектом охраны, миления, ЮНЕСКО, мировых институтов, которые следуют культурное наследие. Хотя, конечно, многие города пришли в упадок в результате сирийско-американского конфликта. Вы знаете, насколько был разрушен Дамаск? Да, к сожалению, да. Это одна из центров святыни. Я вообще хотел бы буквально, если вы разрешите, пять минут рассказать об аммиядах и об асидах. Да, было бы интересно, да. Дело в том, что мы когда в рамках изучения истории в школе и в университетах не проходят серьезные конкретизации, и у людей остается такое очень поверхностное знание, да и порой не все специалисты это различают. Ну, есть династия какая-то, одна другую сменяла. Но никто не понимает, почему сменялась, в чем разница. Дело в том, что когда арабский халифат был создан при пророке Мухаммаде, в последующем, после его смерти, центр политический Мекка, Медина, это был больше культурный центр, это родина, собственно говоря, где пророк любил часто бывать. Казна, кстати, долгое время там хранилась, арабского халифата. Последующие халифы, они не смогли удержать власть, и власть перешла к династии аммиядов. Аммияды считаются очень последовательными правителями. При аммиядах была выстроена система управления арабского халифата. Аммияды были, сто процентов состояли из арабов, вся правящая верхушка каста, и все военное сословие в основном было арабское. Но аммияды потеряли свое могущество, и уже в 8-9 веку полностью власть перешла к аббасидам. Кто такие аббасиды? Аббасиды-то тоже арабы, собственно говоря, это приближенные к пророку. Поэтому основал династию аббасидов родной дяди пророка Мухаммеда. Но аббасиды, в отличие от аммиядов, ставку делали на персов. На персов, и старались не конфликтовать с тюрками. Ну, как и предупреждал пророк Мухаммед. Да, пророк Мухаммед, естественно, предупреждал, что нельзя воевать, нельзя конфликтовать с тюрками. Причину он называл, я думаю, что он прекрасно понимал о военной мощи тюрков, это все же кочевые цивилизации были. Но самое главное, я думаю, что проблема в тенгрианской религии, которую многие следователи называют языческой, это не совсем верно. Скорее всего, это религия, которая не была настолько масштабно, системно разработанная, как христианство, или как иудаизм, или как ислам. Но, собственно говоря, пророк Мухаммед считал, что тенгрианство не сильно-то и противоречит. И считал тюрков наиболее чистыми и вполне возможно в будущем одним из лучших мусульман. Это его мнение было. Но Амияды воевали с тюрками не без успеха, но в целом все это для них плачевно закончилось. Аббасиды пошли по другому пути. Они начали налаживать, прежде всего, военные контакты. В армии аббасидов появилось много тюрков, прежде всего, это легионеры. Плюс тюрки снабжали аббасидскую армию конницей. Это был взаимовыгодный товар в обмен на оружие. Дамасская сталь, она была известна, как вы знаете. И аббасиды, в отличие от Амиядов, сделали ставку на персов. И это позволило им вполне успешно перенести столицу из Дамаска в Багдад. А это уже после Мекки, Дамаска, Багдад был третьим центром арабского халифата. И именно экспансия на территорию Центральной Азии, Казахстана, вполне успешно пошла именно при аббасидах. И все историки знают знаменитую битву 751 года, Таласская битва, которая произошла на территории современной Тараза, Джамбульской области. Когда китайцы были разбиты, и тюрки получили поддержку арабов в этой войне. Более того, не все тюрки воспринимали арабов полноценно. Были и военные конфликты, и с аббасидами у тюрков. Но, тем не менее, Китай, понимая мощь арабского халифата, не имел больших притязаний с того времени на территорию Центральной Азии, Казахстана. Ну, средневекового Казахстана. Поэтому аббасиды сыграли большую роль в распространении и ислама, и в распространении влияния арабской культуры, арабской политики, и, прежде всего, ислама как религии на более широкие географические регионы. И вот как раз в 921 году, когда пребывает вот эта неожиданная депмиссия из Волжской Булгарии, суть в чем была? Правитель волжских булгар, хан Каган Алмыш, мусульманской его прозвище имя Аль-Хасан, он попросил помощи. Во-первых, он заявил, что они являются мусульманами, приняли ислам. Во-вторых, он попросил военной помощи в борьбе с хазарами. Да, постоянные противники. А хазары были, в общем-то, большими врагами аббасидов. Аббасидам так и не удалось себе подчинить хазар. Было несколько войн, были две крупные военные компании, в которых не без успеха и со стороны хазар, и со стороны арабов были военные компании. Задача была аббасидов починить хазар, обратить их в ислам. Кстати, им это удалось, потому что в последующем многие хазары приняли ислам. И есть версия ученых, что почему, собственно говоря, волжские булгары стали мусульманами, откуда? Дело в том, что проникновение уже тогда произошло, потому что ислам, как религия, она была очень четко выдержана, она была логична, она была глубоко нравственна. И в мире, где были бесконечные войны, раздробленности, противоречия, ислам сыграл очень большую консолидирующую роль, и люди не смотрели на национальности. И религия, ислам позволяла объединять на уровне космополитических каких-то ценностей общечеловеческих. Поэтому, наверное, в этом еще и кроется успех ислама. И поэтому... Ну и, наверное, стоит отметить работу арабских миссионеров достаточно активно. Безусловно, арабы же... Проникали во все страны. Они активно занимались торговлей, наука, географы, летописцы, они все время работали. То есть, это была цивилизация другого уровня арабских халифатов. Поэтому была принята... А, хан Алмыш попросил, извиняюсь, кроме военной поддержки, помочь с финансированием при строительстве мечети. И потом Ибн Фадлан, который был в дипломатической миссии, описывает, что у волжских булгар была только одна мечеть, деревянная. Ну, достаточно большая. Что, собственно говоря, никак не укладывалось в понимании мечети как фундаментального строения. Ну, почему деревянная? Потому что Волжская Булгария, она на тот момент находилась между Волгой и Камой. И там не было особо каменных строений. Все строения в силу полустепного, полулесного массива. Леса было много. Леса было много, да. Кстати, есть сведения, что эту мечеть строили, собственно говоря, не сами булгары, как таковые, а рабы и наемные русские. Ну, собственно, не русские, а на тот момент славяне. Потому что они были мастерами как раз... По дереву. По дереву. Зодчие. Зодчие. И попросили финансовую помощь в строительстве фундаментальной каменной крепости. Потому что военные отношения были у них не только с хазарами, но и с частью тюркских племен. Ну, Русь на тот момент не представляла какой-то опасности, потому что она была глубоко разгроблена. И, собственно говоря, этот период в России, наверное, это уровень патистарный, как в Сакасивском периоде у нас было, на территории древнего Казахстана. Но зато были кочевые государства. Помимо хазара, агузы, да? Ну, агузы, да. Кстати, с агуз... Об агузах здесь напоминается в записках. Напоминается, да. Какое решение принял Аль-Муктадир? Он был приятно удивлен. И, собственно говоря, понимая, что нужно развивать отношения... Ну, это ему стила, наверное. Я думаю, что да. Он получил подарки достаточно ценные. Плюс ко всему, к нему в прошении просил целое государство, которое переходило под его власть. Тут надо так понимать. Дело в том, что для того, чтобы получить такие преференции, нужно было войти в состав арабского халифата в Волжской Булгарии. Что и, собственно говоря, было сделано. Другое дело, что, скажем так, есть специфика отношений тюркских государств. Они могут порой признать формальную власть, но в реальности быть абсолютно независимым, что, собственно говоря, и произошло с Волжской Булгарией. Ну, это была тактика Степняков. Очень часто они по-своему трактовали многие вещи. Теперь, какое решение принимает Аль-Муктадир? Глава династии Аббасидов, собственно говоря, глава арабского халифата, он отправляет, снаряжает и финансирует дипломатическую миссию, которая продлилась на целый год. И в 1921 году эта дипломатическая миссия выдвигается через территорию современного Ирана, Ирака, через Афганистан, территорию современного Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана. Финансирование арабских халиф принимает решение. Дело в том, что на тот момент часть территории Центральной Азии уже была в государственном подчинении у арабских халифов. Там были, скажем так, протекторатные государства, различные эмираты, местечковые. То есть вообще Центральная Азия, особенно территории современного Узбекистана, система построения государственности очень похожа была на греческую полисного типа. То есть вдоль крупных городских поселений сосредотачивалась военная, административная власть. И чем мощнее и крупнее город, тем больше его влияние. И торговля позволяла создавать бюджет. Раз позволяла создавать бюджет, можно было содержать армию. Раз можно было содержать армию, все же это была территория шелкового пути. А он не прекращал работать. Это период расцвета великого шелкового пути. И, соответственно, это приводило к росту таких городов, как Хорезм, Бухара, Хива, Харасан. Тот же Тарас был крупным городом на тот момент. Путешественники, когда прибыли описывать в 8 веке Тарас, не описывали его как город с четырьмя воротами по всем сторонам, с укрепительными валами, с центральной цитаделью, с мощной мечетью, красивыми улочками. Собственно говоря, город блистал в своей красе зеленью. И находящийся возле отрогов хребта Алатау, он представлял из себя достаточно интересную городскую культуру. И арабские миссионеры, торговцы описывали, да и известный литератор, тот же Фердуисей, Омар Хаям, описывали это как один из чудесных городов на территории Великого Шелкового пути. Так вот, Тарас достаточно прочно вошел, да? Прочно. В общем, нужно сказать, что на территории Казахстана проникновение ислама, скажем так, наиболее фундаментально, оно началось именно с территории Тараса. Это первые древние мечети, найденные на территории Тараса, датирующиеся IX веком. Хотя, общеизвестно, что очень фундаментально ислам проник в Южную Казахстан через Туркестан в том числе. Но вернемся к миссии. Да, возвращаясь к миссии. И Аль-Буктадир принимает решение продать одно имение, ослушавшего его эмира на территории Центральной Азии. Попытки продать были неуспешны. Дело в том, что эмир оказал определенное сопротивление. Плюс ко всему, еще раз повторюсь, эти центрально-азиатские города-государства, которые были уже исламскими, их подчинение указам Багдадского халифа, оно было вполне условным. Потому что контролировать огромную империю было невозможно на такой дистанции. И очень часто происходили межрадовые конфликты. Тюрки, собственно говоря, скажем так, далекие предки казахов, также оказывали большие набеги. Потому что были конфликты между тюркской цивилизацией кочевой и тюркской цивилизацией оседлой. И все же, собрав какую-то долю провианта, финансов, что-то там продав, дипломатическая миссия пытается через территорию современного Туркестана, на тот момент средневекового Туркменистана, Туркменистана, перейти Плату-Усть-Тюрт, территорию современного западного Казахстана, но ученые... А она небольшая была миссия? Ну, по разным сведениям, чуть больше 40 человек. Но такие миссии никогда не проводятся, скажем так, в составе мелкой группы. Они, как правило, входят в определенный караван, и они продвигались, насколько известно из архивных источников, в составе каравана, который начислял свыше 5000 человек. Почему такие большие караваны? Дело в том, что на караваны часто нападали. И поэтому, чем больше караван, тем больше шансов выжить, потому что из этих 5000 человек, как правило, минимум 300-500, это были воины, легионеры, которые им вменялось в обязанность защищать этот караван от нападок, прежде всего, качил их племен. И когда они проходили через историю западного Казахстана, естественно, они подвергались очень сильным нападкам, особенно Агузов. И несколько раз караваны были ограблены, были убиты многие торговцы. В том числе и вот этот. Естественно, в составе Ибн Фадлан все это и описывает. Но им удалось сохранить основные богатства, которые они вели, потому что они были переодеты не как дипломатические миссионеры, они были переодеты в одежду торговцев, они скрывали свою миссию. Это была непростая, очень опасная миссия, на самом деле, проходить через территории, где никто тебе не гарантировал безопасности. Хотя формально, вроде бы, эти территории подчинялись арабскому халифату. Но территория средневекового Казахстана, конечно, она была не в зоне тогда арабского мира, за исключением самых южных отрогов современного Казахстана. И с большими трудностями они переждали зиму, потому что пройти зимой даже западный Казахстан не представлялось. А где они пережидали? Они переждали, насколько известно, из источников Харасани. Они переждали частично на территории современного Туркменистана. И переодевшись в несколько слоев, как Ибн Фадлан пишет, шкуры. Ну, речь идет о меховых одеждах кожаных. Он еще описывает, как проходили реки. Скорее всего, речь идет о реке Жаик, Яик, Урал. Зимой по льду в кожаной одежде. Как они готовили переправы с кожаными мешками, которые наполнялись специальной водой, для того, чтобы можно было... Потому что плавсредств не хватало. Это же невозможно, такие инфраструктурные коммуникации с собой. Путь их занял почти 5000 километров. Можете себе представить? Это огромная миссия в течение года. И они боролись за жизнь. Боролись с кочевыми племенами, которые время от времени нападали на эти караваны. И он описывает, какое огромное количество сушеного мяса им было положено, потому что в дороге невозможно было хранить продукты, жара. Иначе испортилось бы, да? Да. Поэтому, естественно, использовались технологии кочевников по хранению припасов. Тот же Курт. Кстати, хорошо, что это тоже зафиксировано, да? Мы можем говорить о нашей материальной культуре. Записки Ибн Фадлана, Ахмеда Ибн Фадлана, они имеют большое историческое значение, потому что это написано человеком-современником той эпохи. Плюс к его чести он был абсолютно объективным при описании многих событий, процессов. И он не давал никакой моральной, там, этической, цивилизационной оценки, как это часто бывает. При записях мы часто встречаем, когда миссионеры из католического мира, христианского, переходя через территорию других государств, описывали дикие нравы и прочее. Он просто описывал, что у них такие традиции. Поэтому, когда они перешли наиболее опасные, в том числе и природные объекты, и пришли в Волгскую Булгарию, были удивлены тому, что это все же кочевники. Они описывают, что народ у них разношерстный, Ибн Фадлан. Часть одевалась в лапти, и непохожие, то есть речь шла о славянах. Но основная масса одевалась в кожаную одежду, в кожаную обувь, и жили в юртах. Деревянные мечети у них были, городские поселения небольшие, то есть, собственно говоря, откуда там взяться большим городам. Но по разным источникам в то время в Волгской Булгарии проживало от миллиона до полутора миллиона человек. То есть это было достаточно густонаселенное и мощное государство. Ну и в конце концов там же была, наверное, ставка правителя, да? Да. Но вот что интересно, он не описывает, как выглядел город Булгар. Дело в том, что... Как вообще этот источник нашелся? Я вот как бы возвращаюсь назад. Да, очень интересно. Возвращаюсь назад. Где он был найден? Он был найден в мечети одного имама в городе Мешхет. Это в Иране записки. Дело в том, что во многих мечетях традиционно были библиотеки. Традиционно. Мечети как центры культуры, образования, науки. Если мы сегодня попадем в любую, скажем так, древнюю мечеть Ирана или Ирака, мы обязательно найдем записи 9-х, 7-х, 8-х веков. Обязательно. Потому что в мечетях всегда имелась своя библиотека. И это было нормой. И именно там были найдены записки Ибн Фадлана. К сожалению, часть, скажем так, заключительную часть записок не сохранилась. Возможно, она была утеряна во время каких-то нападений. Как оно вообще туда попало? Дело в том, что неизвестна судьба самого Ахмеда Ибн Фадлана. Вернулся он или нет? Возможно, ему просто удалось передать эти записки. Дело в том, что когда он с миссией прибыл, а он был не главой этой миссии. Когда они прибыли в Волжскую Булгарию, были шокированы тем, что волжские булгары, являясь мусульманами, имея мечеть, читая суры Курана, при этом они не выполняли наставления пророка Мухаммеда о пятикратном чтении намаза. Они не читали азар. И здесь у них случился конфликт. Конфликт именно с этой дипломатической... Это же один из столпов ислама, обязательных. Ну, это я как раз к тому, что... Видите, ислам же распространялся в разные регионы по-разному. И это было начало эра вхождения. Дело в том, что по разным источникам российских ученых, ученых Кембриджа, насколько вот мне эти источники известны, и я не арабист, просто интересуюсь историей Средневековья, волжские булгары приобщились к исламу еще в восьмом веке. Это после поражения хазарского Каганата. Хазарский Каганат все равно потерпел военное поражение, но он не принял аббасидов. Но, тем не менее, ислам уже тогда вошел, в восьмом веке, на территорию по Волжье. И, собственно говоря, откуда волжские булгары и стали-то мусульманами? Почему они стали приверженцами ислама? Потому что влияние арабской культуры было очень мощным. Аравия притягивала весь оседлый кочевой мир того времени, не только своей религией, своей культурой, высоким уровнем развития науки, высоким уровнем развития медицины, технологии. Мало кто знает, что даже византийские императоры, я встречал такие источники, несмотря на конфликт с аббасидами, иногда обращались в скрытой форме к арабским лекарям, для того, чтобы вылечить от недугов себя или каких-то родственников. Это о чем говорит? Ну, как безысходности, наверное, были вынуждены обращаться, заходить любые возможности. Нельзя было не признавать уровень развития арабской цивилизации. Оно за счет чего раздевался? Оно раздевалось за счет фундаментальных вложений в науку, фундаментального сосредоточения в политических центрах ученых из разных стран. Вот мы говорим о Мархаям, известный ученый, арабист, знаток Корана, поэт, литератор, но он же по происхождению не араб, он тюрок. Или мы возьмем Фердауси, он тоже не араб, он тоже тюрок, но мы знаем только их арабизированное имя. Ну, это о чем говорит? Дело в том, что и в Центральной Азии, и на территории Средневекового Казахстана люди, которые тянулись к науке, к образованию, они романтизировали и тяготели к арабской культуре. И это было нормально. Язык фарси был одним из государственных языков практически всех средневековых государств на территории Центральной Азии и Казахстана. Абай владел прекрасно языком фарси. И многие чиновники, ханы казахские владели языком фарси даже в 18-19 веках. И это не только дань... Это о многом говорит. Это о многом говорит, потому что невозможно было... Несколько лет назад наши ученые из Казгу, насколько мне известно, как-то об этом говорил, в библиотеках Багдада нашли переписку казахских ханов 9 века с персидскими шахами. Тюркских каганов 9 века. Я не оговорился. Именно казахских ханов. Дело в том, что общепринято считать, я маленькое отступление делаю, что слово казах... Прямо сенсация за сенсацией. Нет, а здесь нет никакой сенсации. Слово казах и этноним казах мы больше примеряем к событиям 15 века, когда в 1465 году, собственно, казахское ханство было создано. И весь этот народ, который объединялся... Сами-то они себя на тот момент не называли казахами, но в общем мировой политической, дипломатической культуре эти территории назывались казахи. И всех жителей называли казахами. Хотя слово казах имело место быть в чурском языке, оно потом стало полностью... Политизированным. Политизированным и обедняющим, да, идентифицирующим. Но мы как-то привыкли, что именно вот с 15-16 веком, но впервые наиболее древнее, скажем так, название казахов было использовано в переписке, когда персидские шахи, собственно говоря, их летописы писали, что казахские ханы отправляли дипломатические миссии, заключали различные сделки с персидскими шахами. Это 9 век. Поэтому... О каком государстве шла речь? Речь идет о Багдаде. Нет, Багдад про каких казахских ханах? Скорее всего, речь шла о казахских ханах, которые были на территории Южного Казахстана. И там не упоминается, собственно говоря, имена казахских ханы. Вся эта переписка сегодня находится в Багдаде, в багдадских библиотеках государственных. Наши ученые-арабисты над этим работают, но я не знаю, почему это дальше не продолжается, и нет об этом каких-то научных изысканий и публикаций. Но это исторический факт. То есть мы можем вполне спокойно говорить и заявлять, что слово «казах» в мировой дипломатии употреблялся еще в 8-9 веке. Здорово. Еще раз отступая, хотел бы сказать, чем закончилась дипломатическая миссия Ибн Фадлана. Ибн Фадлан описывает очень суровые условия жизни волжских булгар, кочевой и полукочевой характер их жизни, и многошерстность их населения. Некрупные домостры, недеревянные. И плюс ко всему он описывает, что сам хан Алмыш был человеком очень экспрессивным, жестким. И более того, у них был конфликт на почве того, что сколько раз нужно читать намаз в течение суток. Они просто убирали азан, и было четырехкратное чтение. Но в итоге Ибн Фадлан пишет, что все же Аль-Хасан, то есть Каган Алмыш, принял позицию аббасидского халифата, принял верность аббасидскому халифату. Присягнул, да? Присягнул. Плюс ко всему, вот я как историк в сфере государства и права, хочу вам сказать, что по сути Волжская Булгария была составной частью арабского халифата. И эти отношения носили конфедеративный характер, с обязательной военной помощью с обеих сторон. И, собственно говоря, последующие Каганы, правители Волжской Булгарии, обязаны были получать верительные грамоты из Багдада. Это о чем говорит? О том, что династия аббасидов, она, хоть и территория этого государства обрывалась от Центральную Азию, но, тем не менее, перескакивая определенные регионы географически, она имела свои осколки. На территории Современной Российской Федерации. На территории Современной Российской Федерации. На территории Современной Республики Татарстан. Ну, там частичнее территории Башкирии, потому что Волжская Булгария была достаточно большим государством. Ну, очень интересный факт. Да, это, понимаете, ислам проходил на какие-то территории силы и оружия, мощь арабского халифата на тот момент. Но в не меньшей степени, а в большей степени, возможно, ислам завоевывал умы, при всем тюркских государствах, путем своей духовности, ценности и религии. И ведь неспроста даже при Монгольской империи, при Золотой Орде в 1313 году монгольский хан Узбек, кстати, чурок по происхождению, официально принял религию ислам. Он мог принять любую другую религию. Вообще, в монгольской традиции им гораздо ближе были бы буддизм. Но, тем не менее, они приняли, ну, естественно, монголы частично не опровергали тигренство. Ну, в данном случае религия выступает же определенным инструментом реализации власти, да? Абсолютно. Поэтому ислам для этого подходил как бы идеально. Очень интересно. В контексте истории Казахстана, вот что нам интересно из этих записок, помимо того, что он описывает климата, что он проезжал маршрут какую-то частью? Он описывает климат, он описывает территорию, где проходил, это по-западному Казахстану, он описывает особенности одежды, он описывает, скажем так, характер местного населения, он описывает те опасности. И, собственно говоря, он дает характеристику, что эти кочевые племена достаточно агрессивны. Наши предки. Да, наши предки. Ну, я думаю, что здесь дело кроется в том, что это же период, когда на территории Казахстана была определенная политическая стагнация. Единые народы по крови, по происхождению были разделены на множество удельных государств. Тюркский Каганат, Карханитский Каганат, Тюргешский, Карлукский, Кимакский, Кипчакский, отдельно Наймана-Кирийская конфедерация. Поэтому, естественно, на территории Казахстана в этот период было порядка восьми политических образований. И великий шелковый путь это был самый богатый, манящий, притягивающий. Поэтому обогатиться можно было или торгуя, обмениваясь товарами, что кочевники с удовольствием и успехом делали, или же грабить эти кроваты. Поэтому Ибут Павлан... Здесь что делали с не меньшим удовольствием. Он вкусил прелести и той, и другой жизни. То есть успешно приторговывали, потому что караван должен... Они, когда вышли с Багдада, с дипломатической миссией, они это скрыли как торговый караван. То есть они взяли огромное количество сушеных фруктов, они взяли огромное количество ремесленных изделий, утварей. Это была очень подготовленная делегация. Арабский халифат был мощный. Провели финансирование. Ну и плюс подарки, наверное, для управителя. Подарки, естественно. Часть подарков была разграблена. Что-то удалось сохранить. Об этом Ибн Фадлан скользь пишет. Он описывает нравы и волжских булгар, нравы русских, обряды захоронения. Очень интересный, кстати. Он там описывает один обряд, когда один из русских князей, умерший. Его сжигали на корабле. На ладе. На ладе, не на корабле, а на реке. Это тоже к вопросу. И при том, описывает он очень интересно, о чем я, в общем-то, никогда и не знал. Такие факты. Сперва человека, славяне, хоронили, потом выкапывали обратно и потом его сжигали на ладе. Вот тоже интересно. Что-то такое. Очень интересно. После консервации еще и... Вот представьте себе. Понятно, такие вещи, они же для мусульманов вообще шокирующий характер носят. Но он, скажем так, дотошен ли это писать, полные подробности эти вещи описывал. И чисто с этнографической стороны, этнологической стороны, эти записки бесценны. Они до сих пор являются сокровищницей среди архивных источников по тюркским цивилизациям. Волжские булгары были, естественно, тюрками. Да. Ну, очень интересно. Спасибо большое. Я думаю, что после вашей интересной информации это заинтересует больше исследователей, молодежь наших слушателей. Я, сколько помню, тоже со студенческих времен, записки Ибн Фадлана были очень интересны, сами по себе такие занимательные, что их читаешь и погружаешься в какой-то интересный мир. Да, но записки были, еще раз вернусь назад, они были найдены в 20-е годы, прошлого века, именно в библиотеке в месете города Мишхеда. Плюс ко всему, в 50-е годы они были, вышли с комментариями, с дополнениями, потому что каждый арабист по-своему их переводил в советское время. Очень большую известность эти записки получили у кембриджских, у французских исследователей. Поэтому документы достаточно неизвестны, но мы очень редко обращаемся к архивным источникам прошлого. Они нам дают большую пищу и самое главное, вот мне, как историка, который в основном всегда просматривает вопросы создания государственности права, было интересно. Дело в том, что Ибн Фадлан приехал не просто с финансовой помощью, в составе делегации были юристы арабские, в составе делегации были управленцы. Дело в том, что правитель Волжский Булгар просил не только финансовую помощь или архитектурную помощь строительной мечети, он еще и просил помощь в создании государственных органов, в создании системы управления по примеру арабского халифата. Вот о чем он просил. Ну, да, насколько это было, наверное, подходило к тем условиям. Интересно. И это еще раз говорит о том, как государства возникают, как они создаются, насколько влиянием. Мы даже представить себе не могли, что огромная территория между Волгой и Камой когда-то находилась не то, что под протекторатом была частью аббасидского халифата, арабского халифата. Это общеизвестный факт, другое дело, что российские ученые не особо заинтересованы в трактовке и, скажем так, популяризации таких записи. Вдруг Иран попросит вернуть себе свою территорию. Это не иранский территорий, понятно. Другое дело, что это же история, это история государственности, это история тюркской цивилизации. По подобию таких примеров строился Карханицкий Каганат. В последующем, когда... Тоже на таких отношениях. Естественно, естественно. Мы захватили часть Карханицкого Каганата, центром Карханицкой цивилизации все же был не Казахстан, а территория современной Узбекистана. Если посмотреть на Бухару, на Хиву, скажем так, эти города являются сокровищницей арабской цивилизации. И почему именно там пошел рост арабской науки? Дело в том, что по своим природным, географическим, климатическим условиям они были более жизнепригодны, чем территории современной Персии, Аравии, понимаете? Поэтому даже рассматривался вопрос у арабских халифов. Дело в том, что арабский халифат практически к 16 веку канул в небытие, что не перенестили политический центр на территорию Центральной Азии. Представляете себе? Потому что эти территории являлись центром великого шелкового пути. А вот надо было. Не знаю. Ну и шелковый путь в том времени тоже иссяк. Да. И плюс это период, когда продолжалась борьба между суннитами и шиитами. Арабская цивилизация оказала очень большое влияние на развитие государственности прежде всего. Вот мне всегда эти вопросы интересовали. Но безусловно на развитие культуры оно оказало просто фундаментальное влияние. Да. И наши предки развивались именно в русле исламской цивилизации на протяжении тысячелетий. Мы от этого только выиграли особенно средневековую эпоху. Потому что одним из столпов и главным столпом философии ислама является нравственность человека. И в основе него положено все. И дело не в количестве прочтений молитв. Дело не в количестве сколько ты обрядов и сколько ты зикра внесешь всевозможных налогов. Хотя безусловно как и любая другая религия ислам это политизированная религия. Ислам это религия которая позволяла арабскому миру арабскому халифату держать в подчинении огромные территории. Огромные. Огромные территории. Собирать дань. Поэтому у любой религии есть две стороны. Но нам нужно четко делить. Есть религиозная конфессия и есть политики и политика которая всегда использовала религию в своих интересах. Да. Это несомненно мы видим примеры нашей истории и до сих пор. Хорошо. Большое вам спасибо за такую содержательную беседу. Очень интересно. Вашей студии. Рахмет. Я думаю вы еще обрадуете нас. Нам льстит, что вы являетесь таким постоянным нашим партнером. Делитесь своими интересными исследованиями, находками, сборниками, научными достижениями. Желаем вам творческих успехов. Чтобы вы не останавливались. Такой пример, образец творческого поиска постоянного. Видите, в чем дело. Сегодня идет бурно развитие социальных сетей. И это позволяет людям получать очень много информации. Даже чрезмерно, наверное. Чрезмерно. И эта информация не всегда бывает корректной, не всегда бывает объективной. Задача историка опираться только на архивные источники и давать максимально объективно не субъективную информацию. Порой мы можем просто сказать, что есть такой документ, есть такое описание. И люди сами должны выбирать. Историк всегда стоит на стыке различных гипотез. Неминуемо сравнивать одну гипотезу с другой, потому что пока она перейдет в теорию, порой уходит в века. Но факт остается фактом. Исламская цивилизация, арабский мир оказал влияние на государственное строение не только на территории Передней Азии, Междуречия, на территории Центральной Азии, но и даже на территории современной России. Что это очень интересно само по себе. Несомненно. Да, хотя эта территория на тот момент была не российской, это территория огромная, скажем так, своеобразная Междуречия, но на уровне Сибири и Европы. нам это очень интересно в плане понимания, как развивалась государственность на различных территориях, особенно близкородственных нам народов. Всего хорошего в вашей студии, в вашей организации. Большое спасибо. И вам творческий успех. Размит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова